А что касается мировой экономики, то тут тоже все понятно. Спрос в мире, то есть то, что люди покупают, это основа экономики, примерно на 20-25% больше в Европе, в США, в Японии, чем люди получают. Они тратят больше, чем получают. Разница покрывается за счет кредитов и за счет госдотации. Ну, соответственно, за счет роста долгу государства. Долго это продолжаться не может. Сегодня это все закрывается за счет эмиссии. Эмиссии приводят к раздуванию пузыря на фондовом рынке Соединенных Штатов Америки. Как вам лопнет, так, соответственно, начнется новая волна кризиса, сравнимая с осенью 2008 года. Теперь вопрос, когда? Ну, эксперты наши считают, что до конца, ну, где-то до середины 2015 года. То есть у нас чуть больше года осталось еще относительно спокойной жизни. Однако уверенности в этом не было у людей простых, потому что эксперты, они же на то эксперты, что их не проверишь. И тут, значит, две недели тому назад глава новая Федеральной резервной системы США, Джанет Елен, бабушка, ей уже 67 лет, она выступала, причем она всегда была вторым лицом, никогда не была первым. Она выступала на своей первой пресс-конференции, она в должность вступила два месяца тому назад. И радостно сказала, что к концу 2015 года учетная ставка будет не ноль, как сейчас, а 2,5%. А что такое повышение учетной ставки, то есть стоимости обслуживания кредита при том объеме долгов, который сегодня имеется в мире? Это обрушение всех долговых рынков. То есть все скажут, все объявят банкротство, потому что выдержать увеличение процентных платежей в 2-2,5 раза, но кроме того, есть кредиты, да, импотеку кто-нибудь брал, руки поднимите, брали, да? Вот представьте себе, что вам завтра скажут, что надо увеличить ежемесячные платежи в 2,5 раза. Вы готовы? Не готовы, правильно. И я не готов, и никто не готов. Поэтому, значит, все объявят банкротство. Поэтому, когда она сказала, что к концу 2015 года ставка будет 2,5%, то это означает исключительно одно, что либо она сама обрушит финансовые рынки повышением ставки, либо же они сначала обрушатся, а потом она повысит ставку, чтобы с инфляцией бороться. Но в любом случае до конца 2015 года. Она, правда, уже тут выступила буквально несколько дней тому назад и сказала, типа, меня неправильно поняли, но все все поняли правильно, да, что она просто слишком откровенно все сказала. То есть у нас вот осталась такой относительно спокойной жизни до конца 2015 года максимум. Может быть, чуть-чуть ближе все будет, правда, не очень понятно. Именно по этой причине таким фарсом выглядят все санкции против России. Потому что, нет, можно, конечно, устроить настоящие санкции, такие крутые. Ну, например, соответственно, отключить российские банки от Свифта. То есть запретить им все международные переводы и работу с долларами. Но тогда рынки обрушатся сразу.